доброго времени суток сегодняшний наш ролик посвящен посадке кедров кедра сибирского кедра корейского вот такие стаканчики так делаем стратификацию стратификацию можно посмотреть у меня на youtube канале ролик от сибирская сосна от а до я делаем стратификацию стратификацию потом весной выкладываем вот так вот орешки комнатную температуру постоянно увлажняем как только орешек начинает прорастать мы его сажаем в один стаканчик орешек стаканчик орешек стаканчик так мне еще посоветовал подписчик на канале когда после первого первая партия орешков очень хорошо обильно начинает прорастать потом пророс замедляется мне посоветовал подпись чек оброход от и мас а вот второе средство я не помню какое да действительно я обработала пеным вскоре сразу повышается мгновенно, визуально видно хорошо. Второе средство почитайте в комментариях. Ролик тот же самый с посадкой сосны кедровой от А до Я. Что дает такое преимущество посадки? Такое преимущество дает посадки это неразрушаемый ком при пересадке. Так как при пересадке, когда вытаскиваете из грядки, он маленечко, рост его замедляется. Так называемый кедр получает шок. После пересадочный. Здесь же мы от этого избавляемся. Эти кедрики посажены весной 2021 года. Сейчас пойдем посмотрим кедрики посадки весной 2020 года. Если вы будете сажать на улице, надо обязательно защитить кедрики от сороки. Сорока глубливая птица, все вам повытаскиваю. Вот таким вот образом у меня выглядит посадка кедриков на улице. Это тоже посадка весна 2021 года. Так. Здесь вы видите в маленьких стаканчиках. В стаканчике, кстати, объема 0,5 литров. Это посадка сибирского кедра 2020 года. Вот так вот она выглядит. Корневая система. Корней пока еще снаружи нет, хотя если это не сорняк, корни наблюдаются. На дно стаканчика я ложил мох. Сейчас будем пересаживать. Вы увидите это преимущество. Вот он, мох, оплетает по стенке. Стаканчик прозрачный, ему света хватает, и он вот так вот оплетает стенку стакана, и тем самым ком вынимать очень удобно и хорошо. Он не разрушается. Приступаем к пересадке. Горшок пятилитровый. Метка южная сторона. Располагаю на южную сторону. Вот так стоял контейнер. На южную сторону. Так его и садим. Сначала меряем. Меряем контейнер. Закладываем грунт на низ. Грунт, подготовленный к перемешке с песком. Снова делаем замер. По высоте нормально. Теперь аккуратненько вытаскиваем. Желательно не поливать. Но я уже полил. Так как вода расширяет землю. Так аккуратненько начинаем вытряхивать его. Все. Мы из стаканчика вытряхнули. Получается это вот таким вот образом. Посмотрите, видите, ком не разрушен. Ком не разрушен. И обращаем внимание, что у нас сейчас июль. Июль. И мы можем спокойно пересаживать в июле. В любое время вообще. В любое летнее время мы можем пересадить его. А также мы можем взять вот этот, допустим, вот прекрасный, посмотрите, кедрик. Мы его также можем в лесу посадить. Независимо от времени. То есть не осень, не весна. А именно, благодаря вот этому стаканчику мы можем пересаживать в лесу его. Пробую в летнее время. То есть не во время вегетации. Обсыпаем вокруг. Так, чуть-чуть притрамбовываем. С грунтом у меня сейчас экспериментальная посадка поставлена. Я, наверное, пока не могу сказать, какой грунт лучше. Я так использую в основном землю спойного леса. Но я думаю, это не принципиально. Можно хорошие плодородные грунты использовать. Сейчас, через пару годиков, сделаю выводы. Так, все. Обсыпали. 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 Поливаем. Поливаем. И, заключительно, сейчас делаем мульчирование. Мульчирование нам не даст испарения большому. Еще раз говорю, этот способ подходит у кого небольшое количество. Небольшое количество. Так, вносим себя, допустим, на участке. Почему не посадить сразу в такой грунт? Ну, во-первых, можно, в принципе, посадить. Сейчас есть специальные укрымные материалы, которые не дают траве прорастать. А так, в принципе, очень тяжело пропалывать. Такой маленький. Легче, я скажу, в горстке держать. Легче. Горстка пропала в траву. Потому что она здесь не прорастает. А там у вас будет она идти извне. И, получается, годика держим от 3 до 5 лет. Сеемец вырастает, саженец. И потом мы его можем хоть посадить на участке. В моем случае это пойдет в дикую природу. Также в дикую природу я буду сажать, допустим, невысокая трава. Я могу посадить вот такой стаканчик. Он там дальше будет сам прорастать. А где уже трава повыше, очень много запрошенных сенокосов у нас в стране, где уже трава повыше, то там надо уже будет саженец сажать повыше, чтобы он вышел из травы, чтобы ему хватило сил. Ну что ж, на этом ролик заканчиваем. Я для вас полную информацию донес. С вами был Сергей. До свидания.